Здарова, народ! И смотрите, какую интересную тактику будет использовать игрок на Ебрике 105 против вражеской вафли Е100. Чисто переиграет стратегически, это будет очень красиво. Ну а чем все в итоге закончится, увидите, это будет тоже немного неожиданно. Ну и конечно же у нас колесничек и врываемся сразу на горочку, потому что колесник это скорость, это динамика. И мы можем залететь, интересно почему вражеский Ебрик 105 там сидит, непонятно что он там делает. Уже сюда к нам давно приехал, тоже сражался, но это видимо еще тот любитель по кустам поныкаться, потому что он решил там куда-то уехать в итоге. Так, ну нам-то лучше только от этого. Одну плюху да, получили, но на 375 по нему кинули на 491, поэтому можно тоже сказать, неплохо мы этот момент разыграли. И теперь мы просто цари горы занимаем тут в одиночку куст. Будем пытаться высвечивать центр карты, другое дело, что тут особо пока высвечивать некого. Там он на ЛТшке гуляют, как раз таки тот Ебрик туда укатился, а нет. Вот есть коричневый дружок, а ну-ка фугасиком экран не пробит. Хотел, да, хотел побольше дамага фугасиком дать, пожадничал. Вот оно так и бывает, народ, вот пожадничаешь, а ну все через задницу тут. Ля-ля-ля, посмотри, еще один снаряд хрен куда. А у артовода там щит-невидимка, у него там аура волшебная, непробиваемая. Все, забили, забили пока на артовода, хрен с ним. Хотя наши тяжи бы, наверное, так не сказали, которые сейчас там тренделей он получает под оглушением. Тут же он, Гранваген только что был. Так, ну ладно, мы тут держим позицию, можно он Суперконя в бочину щекотать. Суперконь, ты не против легкого массажа такого заднего катка? Да, разомнем тебя, антицеллюлитная, давай. Не выделывайся. 60 ТП-то уж сюда прикатил, посмотри. Не, ну позиция отличная. Они там с нашими тяжиками бодаются, а мы потихонечку так выезжаем. И тычка за тычкой отправляем. Не знает, посмотри, бедолага, 60 ТП. Не знает, куда кукушку свою развернуть. Просто тут со всех сторон по нему кидают, решает отъехать. Ну вот видите бы, что происходит, да? Благодаря тому, что мы тут позицию держим, красные не могут продавить фланг никак. Потому что вот, 60 ТП поехал и все, он сразу же начинает получать. Они бы, мне кажется, уже давно наших тяжей тут смели. Потому что их тут поболее все-таки будет. А в итоге вот эти двое только решили выкатиться. Там оттянулся, еще мог сюда, в принципе, Чифтейн подтягиваться. Он в итоге там стоит, не решается. Ну а мы раздамажим потихонечку. 60 ТП, супер, конем, еще и наши коричневые, братью, они сюда закидывают. Чемодан любви, да? Потяжикам и все шикарно. Ну-ка давай еще раз пролучи-ка, распишись в получении тренделей. Капец, 60 ТП. Вот скажу вам честно, мне даже жалко. Вот мне жалко 60 ТП. Выехал, пытался, реально, мужик пытался активно сыграть. Вот как учили, да? На тяжиках собрался, погнал давить, рашить. Ему надавали сбоку, надавал колесник. И там его еще наши союзники пробивали. И от арты еще летит. Представьте вот как задницу. Как же жопа там горит в такой, блин, ситуации. Так, супер конь. Аливедерчи, дружище. Супер конь тоже, как тут не пытался, не выдумывал. В итоге тоже обосрамс. Так, ну Чифтына, кстати, продавили. Посмотри, наши тяжики реально красавцы. Так, тут только одна проблема вырисовывается. У них два ЛТ. Шеридан и Ебрик 105. Поехали на нашу базу развлекать арту, так сказать. На заказ прибыли к арте. Личное шоу устраивать, да? Вип-комнату арте делать. И походу все. Походу мы сейчас без коричневых будем. Он уже по Бачату 155 сейчас едут по его душеньку. Он там, конечно, заныкался. По идее, мы тут можем даже с горки попытаться его подстраховать. Но в итоге... Да, он даже не светится. Там Ебрик даже особо не светится. Вот только сейчас засветился, когда Бат выехал. Напрямую, да? И все. Арту нашу размассировали. Расчехлили по полной. И что-то и тяжи начинают заканчиваться. Да еперный бабай, ты посмотри на мужики. Ну, ну только ж, блин, тащили. Ну, какого ж хрена? Какого хрена вы обосрались так быстро? Шаурму тут просроченную, что ли, где-то продают. Потому что просто обделались всей командой. Вот казалось, даже на фланге мы красиво сыграли. В итоге он нам уже Шеридан едет задницу драить. Ну, дела. Ё-моё. Прям в миллиметре, в миллиметре. Чемоданчик, да? Пролетел. Еще один тут же. В итоге, один в пять остается ЕБР-105. Там вафля Е100 и твою дивизию. Ты там новая, да? С барабаном. Способная реально отжарить нас. По-мужски так солидно. И там, посмотри, Т110Е4, 60ТП. Отжарить по-мужски как не очень звучало. Ладно. Ну, вафля это мощно. Все равно, хоть вафля уже, конечно, нихрена не такая, как была раньше. Кто понял, тот понял. Кто помнит, тот помнит. Точнее, правильно так сказать. Но, тем не менее. Тем не менее. Все еще пушка там довольно сильная. И действительно, урон с барабана большой. У нас тут всего 925 ХП. Вообще, у колесника не так много ХП в целом. Так. Вон он, 60ТП сидит. Ну, будем пробовать, что сказать. Еще на нас сверху два коричневых братана смотрят. 60ТП. А ну-ка, по бочине на 369. Не желаете получить? Нормально. 60ТП. Надурили. Надурили. Так. И вон сидит Т110Е4. Тут Е4. А, не посмотри. Тоже бочиной сидит. Мы так спокойненько. Кумулечек заражаем вообще. Потихоньку особо не спешим никуда. Он там сидит уверенно. Даже не догадывается, откуда наш Ебрик его выцеливает. И сбиваем. Блайном. Даже без засвета. Е4. Жопу свою никуда не подвинул. Как была, там так и осталось. Но теперь он будет уже похитрее. Поэтому надо что-то придумывать. Он, кстати, вафля. Своим грозным взглядом наблюдает. Так, может тычку ей получится дать? Нет. Не получается. Поэтому пока вафля сюда не подкатила на самом деле. Надо выехать как-то попытаться Е4 переиграть. Посмотри. Мы тут цветанулись. И чуть не получили. И чуть не получили. Еще торты летит. Ты посмотри. Так. Минута, народ. Минута до захвата нашей базы. Ну что. Будем выкатывать Е4. Держись. Не знаю. Не получается. Вот видите. Время уже идет. Там уже вафля на спуск сейчас пойдет. Ебрик. Давай что-то придумай. Твою дивизию. Потому что... Сейчас возьмут базу. И все. И хандык на этом. Полный. Нет, нет, нет. Посмотри. Выглядывает. И тут вафля кидает на 502. А торты еще летит на 53. Твою нехай. Даем в бочину. Тут же уворачиваемся. Посмотри. На нас смотрят там. Со всех сторон. Сбили захват. Но еле ноги. Еле колеса свои, блин. Забрали отсюда. Чуть не... Чуть все на этом не закончилось. За малым. Аккуратно. Не перевернись. Пожалуйста. Прошу тебя. Пять косарей дамага. На секундочку. Я думаю. Это уже Лайчинский. Можно прожимать. Так. Ну отсюда мы просветим. Е4. Не знаю. Интересная позиция. Если отсюда просветит. Можно будет запоминать. Нет. Не просветит. Так народ. Мне надо успеть еще вам рассказать. Про сайт Водхаб. Спонсор этого видоса. Здесь появился контейнер. Вафентрагер наследия. 10 дней. Он будет доступен. И там можно выбивать наборы. Большие, средние, маленькие. Вот эти из ивентовские. Наборы Эрли Минды. Эрмелинды. Ёмэ. Сложное название. Ну еще там. Голду. Примем аккаунт. И собственно говоря. Стоит это все удовольствие. 59 рубчиков за одно открытие. Также там есть классный контейнер. В запасе. Из которого можно конкретно голдишки поднять. Вот кто хочет именно голдица. В запасе 69 рубчиков. Внизу сайта находится. Надо пролистать. И оттуда вот я лично 7 тысяч голды выбивал. Там все призы абсолютно в голде. Там вот и 25, и 15, и 10 тысяч золота может быть. В общем залетайте. Ссылочка в описании на вот хап. И самое главное. И когда зайдете на сайт. По ссылке в описании. Вверху сайта. Сразу же найдите. Там главное будет поддержка написано. И четвертым будет промокод. Нажмите на эту кнопку промокод. Там будет вот окошко. Куда надо вот этот наш промокод указать. Если все правильно сделаете. Под нему получите подарок. Бонус при пополнении промокод обязательно используйте. Так ну что. Там базу нашу захватывает. Коричневый друг. В общем все в описании. В закрепленном комментарии. Ссылочка и промокод все там внизу. Ну что. Вот она. Решающая схватка. Пока я тут рассказывал. Мы забрали Е4. Забрали двух коричневых друзей. После того эпичного момента. Когда нас чуть не забрали. Теперь ситуация немного нормализировалась. Да. С одной стороны. Но с другой стороны. Там еще довольно такая толстая. Мощная вафля. Которая засадить может прилично. И надо ее как-то разводить. Ну вот так. Ну выехали. Тычку дали по большой картонной кукухе. Да. А башня это картонная вафля. Ничего не поделаешь. А колесник незаметный. И даже после выстрела. Она ничего не. Она не может нас засветить просто. Теперь она там пытается что-то. Заныкаться. Спрятаться. Мы переезжаем потихонечку. Ищем другой прострелоч. И сейчас еще раз будем выкатывать. Вот снова вафля. Посмотри. Смотрит прямо в душу. Тут опасно. Тут можно светануться. Но нет. Мы светимся. И спокойно кидаем еще одну тычечку. И вот так посмотри. Вот это интересная такая стратегия. То есть он дает один выстрел. С одной позиции. И не более. Одну тычку дал. И тут же переезжает на другое место. Тем самым не давая вафле понять откуда будет следующая тычка. Поэтому вафля там что-то носом своим крутит. Воротит. Пытается нас тут разгадать угадать. Но нифига у нее не выходит. Сейчас будем еще раз выкатывать. Так вот здесь кустики. Ну в принципе он тут несколько позиций использует. Можно даже запоминать. Видите. Интересные места. И еще одну тычку. Просто вафля как слон в посудной лавке. Неуклюжая стоит. Ничего не может сделать. Мощь там заряжена. Барабан блин готов. А ни хрена. А все. А тут с одной и с другой стороны тычка. Задница вафлинская. Там тоже должна гореть прилично. От такого нагибона. Ну вафля тут новая. У нас в рандоме. А ебрик тут уже давно занимается такими делами. Не. Хотя вафля намного старше ебрика. Но я имею ввиду что ее вывели уже давно из игры. А вот только сейчас возможность на ней сыграть появилась. Спустя долгое время. Ну и опять еще одна позиция. Еще одни кусты. И оформляем победу Колобанова. Идем смотреть итоги. Народа вы лайк. Подписку прожимайте. Так. Ну и тут у нас пожалуйста. Воин. Основной калибр. Защитник Редли Колобанов. Поскучи мастеру. Отметочки в таком бою взял. Ну. Вторая степень. Да. Добил. Можно сказать. Вторую степень. И здесь. Ну без малого. 8К дамага. 7. 989. 8 фрагов. Вверху справа. Прошлый видос. Залетайте. Смотрите лайчинский. Не забудьте прожать народ. Ну а мы с вами увидимся в новых роликах. Которые очень скоро будут на канале. Пока народ.